Девушки отдыхают А я заколдованный и всего боюсь Сижу тут в спинке постоянно Да? Ну и сиди, пожалуйста Некогда мне с тобой разговаривать Я должна срочно попасть на заколдованный остров Чтобы получить свою волшебную метлу Подожди, маленькая колдунья Гномы-мастера так просто никому ничего не дадут Ты должна отдать им что-то взамен Ну и отлично, поделюсь с ними шоколадкой Она как раз у меня с собой Ты получишь не метлу, а веник или пылесос Гномы, а не знаешь, какие хитрые Хм, так дело не пойдет Меня другие колдунья засмеют, если я на пылесосе летать стану Как думаешь, на что гномы-мастера согласятся обменять метлу? Расколдуй меня, тогда скажу А вот и моя чудесная волшебная палочка Какое забавное чудище! Хм, попробуем разобраться От каких животных тебе достались ноги, ушки, грива, хвост и хобот Как там в уроках по расколдованию пишут? Надо щелкнуть по части тела чудища А потом по животному, которому она принадлежит Необычный плоский хвост помогает бобру отлично плавать Что бы делал слон без хобота? Ведь с его помощью он и ест, и пьет И может переносить даже очень тяжелые бревна Рыжая мохнатая грива принадлежит царю зверей, льву Конечно, такая черно-белая полоска и копыта могут быть только у зебры Какие смешные длинные ушки у зайчика Да ты же обычный мышонок! Конечно, мышонок! Правда, я все-таки не совсем обычный Потому что умею разговаривать и знаю главную тайну гномов-мастеров И в благодарность я расскажу тебе о ней Только сначала угости меня чем-нибудь вкусненьким Я очень проголодался, пока прятался в этом старом пне Еще один голодный! Хорошо, что я такая запасливая! Сейчас поищу что-нибудь в своем волшебном рюкзачке Ну, допустим, шоколадку Шоколадку мне не жалко, но на голодный желудок ее лучше не есть В горшочке осталось несколько капель зелья эльфов против крапивы А вдруг это зелье снова превратит мышонка в чудище? Поищу лучше что-нибудь другое Сгрызть зеркало не получится даже у мышонка Книгу-заклинание Книгу-заклинание Книгу-заклинание